5 миллиардов и 630 с половиной миллионов рублей на эту огромную сумму уже ремонтируют сети или будут делать работы в ближайшие два года в сфере ЖКХ. Этим летом от капиталили теплотрассы на Трубачеево, Партизанской, Маховой, Транспортной, Ключевской, Сахьяновой, Каландришвили, Куйбышево, Бульваре Карла Маркса и улицы Домостроительной. Эти теплотрассы проходят по этим улицам, но это не говорит, что жители только этих улиц будут обеспечены качественной поставкой теплоэнергоносителей. Эти теплотрассы будут раздавать энергоносители в зимний период и уже по квартальным сетям. За три года полностью переложат 21 километр только магистральных сетей. Не отменяется и аварийный, и мелкий ремонт внутриквартальных и придомовых труб. До сегодняшнего дня на реконструкцию магистральных сетей мы направляли всего 75 миллионов рублей через тарифный план ТГК-14. Я на это было не хватало, и мы не могли остановить ветшание наших сетей. Сегодня коренным образом ситуация переломлена. Ремонт тепломагистрали поможет завершить переход на новый температурный режим. Если раньше подавали воду не горячее 98 градусов, то с этой осени показатель уже 110. Это значит, что зимой батареи будут греть гораздо лучше. Мы сейчас начинаем работу по переходу на этот режим. Что позволит данный тепловой режим? Он позволит обеспечить наши потребители необходимым количеством теплоносителя для комфортного проживания в своих квартирах. В Улан-Дэ также будет построено почти 11 километров сетей водоснабжения. К 2024 году больше 90% населения столицы будет обеспечено чистой питьевой водой. Напомню, все эти работы входят в первый и второй разделы плана социально-экономического развития Улан-Удэ. А значит, уже обеспечены финансами. Но рассчитать проекты на перспективу, а там модернизация котельных, перенос ТЭЦ-1 из города и уже посчитаны деньги. Больше 7 миллиардов. Найти их теперь главная задача. Самое важное это то, что сейчас город и правительство работают в одной связке, в одной команде. Это говорит о том, что мы сможем как раз таки не распылять свои силы на расприи, так называемые, да, то есть на какие-то личностные взаимоотношения. А мы будем работать на благо наших горожан. Напомню, план социально-экономического развития Улан-Удэ начали разрабатывать в январе 2019 года по поручению Алексея Цеденова. В документе воедино сведены 15 отраслевых направлений по улучшению жизни в столице. Ранее такого общего проекта в городе просто не было. Как готовится документация, как готовятся площадки, как отбираются проекты, это все дает возможность либо использовать возможность, либо не использовать эту возможность. И вот этот план, который большой сегодня представлен, он либо реализуется, или если у нас вдруг какие-то пойдут сбои по работе администрации, не реализуется. То, что предусмотрены деньги, это не гарантия того, что они смогут быть освоены. С этого года началась активная работа, с этого года идет упреждающая подготовка документации. Эксперты предрекают настоящую урбанистическую революцию в Улан-Удэ. О том, что разработчики думают на перспективу, говорит и то, что все инфраструктурные и социальные объекты закладывают запасом на растущее население. Алифтина Дармаева, Батер Ломбаев, Евгений Павлов и Андрей Дармаев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова